Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в Джагмент или Ожидание Судного Дня. Ну что же, восьмой день у нас на кону и мы продолжаем выживать в этом суровом мире, точнее мир-то наш, но демоны сделали его суровым. С чего начать, я даже не знаю, ребят, надо посмотреть. Мы будем сегодня делать что-то новенькое. Так, мне нужны кирпичи, мне нужен еще один композитный лук, мне нужны щиты, броники, в общем нужно много чего. Поэтому начнем, наверное, с рубки леса, потом с добычи глины. И я надеюсь, сегодня мы с вами что-нибудь такое хорошенькое поставим, построим. Нам нужно где-то взять с вами шерсть, еще бы я бы не отказался от парочку выживших. Если нам, конечно, сегодня фортанет. Ну и надеюсь, не будет таких жестких нападений, где мы будем с вами отбиваться изо всех сил, потому что ребята у меня еще пока не совсем прокачаны. Так, вот это вот, конечно, бесполезно. У меня там вот эта плита стоит, я не знаю, для чего она такая здоровая. Ну, раз уж поставили, так пускай тогда стоит. Так, на щиты у нас не хватает шкур. Где эти шкуры добывать, пока не имею понятия. Но, по-моему, мы сможем с вами потом ставить фермы. Так, потребление воды минус 10%. Вот нам нужен лазарет, обязательно лазарет, который будет нам давать аптечки. Потому что аптечки нужны нам для отхила. Мы когда будем с вами драться с демонами, у нас будет отниматься здоровье. И чтобы у нас выживший не погиб, нужно, естественно, его вовремя подхилить. Блин. Подождите, а у меня же композитный лук вроде бы. Или я только заказал. Да, я заказал его. Сейчас он сделается. Мы обязательно поменяем его вот на обычный вот этот первый, который у нас появился только лук. Стол для экспериментов. Но это есть у нас, лесопилка, все это есть. Вот нам нужна тренировочная площадка. Она делается для того, чтобы наши персонажи могли тренироваться. Ну, а колья, как видите, блокирует движение противников. И опять у нас пища на исходе. О, ребята, у нас еды стало меньше 30. Это не порядок. Нам нужно ставить фермы. Ага, вот, овощная ферма. Давайте ее куда-нибудь... Куда бы ее можно поставить-то? Сюда. Ну, давайте сюда поставим. Сейчас, надеюсь, ее быстренько изготовят. И мы будем с вами собирать овощи, а из них делать овощной салат. Это уже будет хорошо. Воды тоже маловато, 82. Ну, по-моему, у нас Дебора занималась, да, водой. А она у нас идет спать, по ходу дела. Ну, ладно, пускай пока отдыхает. Нас пятеро. И этого мало. Нам нужны еще руки дополнительные, потому что нужно много чего добывать. Железный посох, кирпичи. Кирпичи тоже нужны. Все, нужно абсолютно. Ребята, также нам нужно добывать лом. Но я не знаю, мне неохота отправлять кого-то на добычу лома, чтобы он ковырялся в этих помойках. Но лом это местная валюта. Еще раз напомню. И когда к нам придут торговцы, они будут предлагать очень хорошие штучки. И все это покупается у нас за лом. Ну, и цены там, конечно, тоже кусачие такие, что сразу все это так не купишь. У нас кто-то, ребята, на глине стоит. Я так и не знаю, кто. Но почему-то он не хочет идти и добывать ее. Управление склад. Питьевая вода. И салаты. Шансы Х2. Ресурсов плюс 15%. Ну, а боевых позиций у нас пока нету. Поэтому нам активировать даже и не стоит. Да, ребята, вот смотрите. Дебора опять добывает воду. Это хорошо. Рост почему-то пошел добывать камни. Не знаю, с какого перепугу он вдруг так решил. Вроде в камнях я пока и не нуждаюсь. У меня сейчас нужна что? Еда, глина. Ну, водичка, естественно. И лом. Так, Грег пошел, значит, у нас на глину. Давайте, наверное, мы с вами еще немножко леса вырубим. Вот этот вот кусочек удалим отсюда. Все равно он ни к силу, ни к городу здесь. Да, ребят, еще раз напомню. Игра не такая быстрая, как бы вы хотели. Развитие будет здесь долгим. Так что не обессудьте, если все здесь у нас будет происходить долго. И вам покажется это затянутым. Вы можете просто-напросто перематывать видосик до нужного вам момента. Если неинтересно смотреть все это дело. Так, нам нужно оккультизм. Вот это. Блин, 10 очков. Медитация. Заметность базы минус 10%. Кстати, тоже очень пригодилось бы, потому что демоны нас периодически видят. Ну, а 10% это не так уж и мало. Максим, куда он у нас идет? Принятие пищи. Понятно, он пошел кушать. Милана на полив растений нет уж. Давай-ка будем добывать очки. Оккультные они нам нужны. Так, что нужно еще? Блин, пшеница. Почему у меня с пшеницей такие проблемы? Я не пойму. Вроде бы два поля есть, но никто им не занимается. Странно. Зато они любители прийти покушать. Кстати, сосном у них очень плохо. У многих. У меня всего одна кровать, я почему-то вторую не могу поставить. От этого страдают другие у меня жители. Так, Грек у меня по-прежнему добывает глину. Молодец. Исправный парень. Знает свое дело, как говорится. Смотрите, как ни странно. Никакого нападения, ни на кого не нападает. Выжившие пока тоже не кричат. Очень как-то даже подозрительно. Можно, конечно, поставить все это дело на ускорение, но я думаю, что это будет неинтересно. Может быть, попозже, когда у нас будет много всяких там построек. Если они будут очень долгие. Тогда, да, есть смысл. Блин, четыре очка не хватает. Жаль. Смотрите, ребята, что тут дальше. Ё-моё. Оу. Плазморазрядник. Домнатор. Ха-ха. Я о таком даже и не слышал, и не видел. Ну, видимо, классные пушки будут. Ну, естественно, будут очень много стоить ресурсов всевозможных. Кузню я бы, конечно, еще хотел бы себе сделать, потому что уже хорош тут жить в каменном веке. Дерево до палки. Пора уже что-то металлическое. О! Кого-то неподалеку преследуют враждебные существа. Ребята, наконец-то где-то у нас оказался выживший. Который убегает от преследования. Давайте его тогда спасать. Мы, конечно, рискуем с вами в минус войти. По еде, по воде. Но будем стараться добывать. Пускай они пока у меня идут. А мы с вами вот здесь вот, ребят, посмотрим. Так, Грег за глиночкой идет. Милана добывает у нас оккультные очки. 62 и 65 исследовательских. Вроде бы уже должно хватать на что-то. Ага. Здесь хватает и здесь хватает. Ритуалы. Удачная находка и танец дождя. Это все, конечно, хорошо, но нам нужен оккультизм. Давайте тогда вот это вот сделаем. Ослабляющая руна и свиток чар у нас доступен. Это где же такое у нас производится? О, мои ребята уже дошли. Хорошо, давайте с вами исследуем эту карту. Найдем выжившего, заберем его, спасем. И все-таки уже будет дополнительный выживший, который нам очень сильно пригодится. Обязательно его куда-нибудь с вами поставим. Давайте немножко ускоримся. А то они так будут у меня вечность открывать карту. Так, я вижу крестики, ребята. Где-то вот здесь. Где-то... Ага, вот они. Огненный бесенок. Один готов. А, их тут трое даже было. Все. Надеюсь, больше никого не будет. Теперь остается нам найти выжившего. И спасти. Так, здесь его нету. Давайте вот сюда, в этот угол сходим. Потому что тут еще ничего у нас не открыто. Вот клетка, ребята. Все, давайте спасать как можно быстрее. Ай! Затормозил. Ребята, ждем, ждем нападения. Где-то... Вот они. Бегут. Блин, у Роса очень мало ХП. Очень мало. Давайте продолжать по спасению. Отлично. Аннабель к нам присоединяется. Все, пора отсюда сматываться. От греха, как говорится, подальше. Чтобы никто нас не поймал. Слушайте, Аннабель. Опять же, девушка. У нас с вами коллектив такой женский, по большому счету. Пять серы заработали. Вау, пять демонов убили. Ну что же, пускай они пока идут на базу. Ну, а мы продолжаем наше развитие. Блин, у нас с едой, конечно, вообще засада. 39. Что-то как-то все медленно растет. Нет, растет-то оно быстро. У нас просто никто этим не занимается. Во, Аннабель уже здесь. И она сразу начала поливать грядки. В принципе, молодец. Вот мы ее сейчас сюда поставим. Нам нужна, в первую очередь, пшеница. Так, давайте лук воткнем. А броника нету, к сожалению. Ну-ка, давайте-ка глянем, что у нас здесь. Ослабляющая руна. Ослабляет ближайших врагов. Также ослабит и своего обладателя. Вот это плохо. И свиток чар. Накладывает на противника чары. Деревянный щит. Блин. Так, нужны стрелы, чтобы я еще смог сделать один композитный лук. Так, вроде бы хватит, да? И древесины сделаем с вами. Так, у нас пшеница появилась. Хлеб нам нужен, ребята, в любом случае. Потому что с едой проблемы. Вот я не знаю, стоит ли руну эту делать. Блин, она, видите, ослабляет врагов. И также ослабляет того, кто ее применяет. Невыгодно. Так, давайте вот этот посох еще сделаем. Потому что он лучше, чем дубинка. И заодно поменяем, когда их сделают. Ну что, вроде бы пока у нас все хорошо. Я все время забываю... О, композитный лук можем еще, наверное, сделать. Так, видите, сообщение пришло, что с едой опять проблемы. Да, на один рот стало больше. Поэтому сейчас будут большие проблемы у нас. Нужно еще с вами дерево как-то посадить. Блин, доски нужны. Опять пшеница. Я, наверное, никогда не сделаю себе тренировочный центр. Оу, дерева не хватает. Придется опять заниматься вырубкой. Никуда не денешься. Жалко, конечно, что они сами не идут и не добывают. Мне надо постоянно им помечать места, где можно рубить. Вот, пускай рубят. Мы сейчас с вами, как назло, вырубим весь лес, который рядом с нами. А потом придется бегать за 3-9 земель, чтобы добыть древесинки. Для этого, я думаю, что можно посадить деревья. Не знаю, как они быстро, конечно, растут. Ну, если у нас будут лишние ресурсы, мы это с вами сегодня проэкспериментируем. Ну, я думаю, что этого, наверное, уже достаточно. Все, хорош. Пускай вырубают. Так, Дебора добывает воду. У нас 101 бутылка воды. Это хорошо. Но с едой, как всегда, проблемы. Ну, луки у нас выучены. Блин, на арбалеты хотелось бы, конечно. Металлическое оружие. Ну, это, естественно, нам нужны, ребятушки, другие элементы. То есть, это сталь. А вот эта штука пригодится. Вы посмотрите, скорость рубки, скорость сбора. То есть, везде по 10% в плюсе. Но мы, скорее всего, будем с вами делать вот это. Вот первая помощь. Нам нужен лазарет и аптечки, чтобы мы могли их делать. Ну, кто-нибудь добывает очки? Нет? Что такое опять? Выжившие изнуренные. Вау. Они хотят спать. Максимка спит. Хм. Остальные, видимо, уже работают. Спать хотят. Но места нету. Поэтому они бедные и запищали. Вау. Что за ересь такая? Блин. Одна кровать. Почему не могу две поставить, а? Как-то несправедливо, я считаю. Ух. Производство. А что мы можем производить? Пока ничего. Мы ничего с вами нового не изучили. Тут у нас все по-старому. Но можно поставить, в принципе, овощную ферму. Вот сюда влепим. О, кто-то получил у меня уровень. Давайте-ка глянем. Натуралист. Сонливый. Умный. Ого. Уход за фермой 75%. Так, давайте тогда сделаем фермерство. Уход за фермой еще плюс 20%. Вообще 95%. Это кто? Глен. В принципе, он и занимается своим любимым делом. Это хорошо. Максимка у меня там вырубает последние древесинки. Так, здесь у нас поливка. Но это все они делают на автомате. Не надо им приказывать. Грэг только что полил огород. Дебора все с водой у меня тут мучается. О, еще кто-то получил уровень. Добытчик. Берсерк. Давайте тогда сделаем собирательство. Вау. Плюс 10 и плюс 20% ко всему. Ну, это хорошо. Рос у меня добывает камни. Не понимаю, зачем мне камень? Камень мне сейчас не нужен. С едой проблемы. Вот. Что за фигня? Так, давайте последний очко мы выбьем. 120. Отлично. Ну, а теперь, естественно, будем исследовать. Вот. Вот это мы хотели с вами, да? Лазарет. Мы должны, по идее, его поставить. Где он? Где он? Где он? Я не вижу. Где лазарет? Ага. Шерсть нужна. Ё-моё. А где я возьму шерсть-то им? Вот незадача, ребят. Я расстроен. Потому что шерсти у меня нету. А лазарет, как я понимаю, они будут там уже сами приходить и отхиливаться. То есть уже без аптечек. Аптечки пригодятся, когда мы с вами отправляемся на рейд. В общем, у меня сейчас две проблемы. Это где достать шерсть и кожу. Для этого нужно, наверное, всё-таки развивать исследования, чтобы мы смогли с вами сделать какие-нибудь фермы. Животноводские, например, если здесь такие будут. А они, по-моему, должны быть. О, тренировочная площадка, ребята. Вот она. Давайте её вот сюда, наверное, где-нибудь лепим. Вот так вот. Ну, я уже говорил, она нужна для того, чтобы наши бойцы тренировались, повышали себе навыки боевые. Потому что некоторые виды оружия они не смогут носить до определённого, по-моему, уровня, пока не покачаются. Так, что нам ещё нужно? Ритуалы. Блин, два очка не хватает. У меня никто этим не занимается. Так, Грэг добывает доски. Хорошо, пускай. Глент всё с огородом возится. Дебора добывает воду. Вы обнаружили несколько существ, направляющих в сторону базы. Ё-моё, ребята. На нас нападение будет сейчас. Так, не забываем, что кнопочка Ку, это выбираются все наши ребята. Все выжившие. И мы с вами нападём, естественно, всем отрядом. Почему-то, вот смотрите, приоритеты производства я даже не могу там ничего отметить, к сожалению. Нам просто, видимо, показывают. Так, всё, враги уже здесь, приготовятся к нападению. Ладно, пускай пока работают они. Как только мы увидим, где они пойдут, сразу всех выделяем и, естественно, пойдём в атаку. Защищать нашу деревушку. И мне вот интересно знать, демоны уничтожают постройки или нет? Или только жителей будут убивать? Всё, на вас нападают. Тут вроде бы всё у нас. Брони нету, к сожалению. Жаль. Блин, два чувака без брони. А вот это вот надо, ребята, поменять обязательно. Так, отлично. И тут трое у нас. Поехали. Сейчас мы их задубасим. Давай, 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 давай. Хорошо. Минус два. И последнюю добиваем. Есть. Так, что мы нашли с вами? Четыре серы. Сера, кстати, нам тоже нужна будет. Это вроде бы в тёмных ритуалах применяться она будет. Пока нам ещё рано об этом думать. Грег делает кирпичи, по ходу дела, да? Возле печки. Так точно, производство кирпичей. Вблизи вашей базы были замечены вражеские разведчики. Так, ребят, понятно, короче. Опять кто-то нас пропалил. Это где? Это вот здесь. Ох, давайте тогда будем отражать. Южане не прокатит. Здесь у нас только одна Милана. Я вообще могу распустить этот отряд? Так, настроить. А, это эмблемки мы меняем. Понятно, это нам не нужно пока. Ага, зато мы можем вот так сделать. У нас уже будет трое. Слушайте, я думаю, что втроём справимся. Давайте тогда, наверное, мы с вами южанинов отправим сюда. Их нужно заколбасить, ребят, в любом случае. Потому что если мы их проигнорируем, нашу базу обнаружат. И тогда нам придётся уже отбиваться от всех этих олухов. А вот здесь вот, ребята, мы с вами будем добывать шкуру. Это единственное место на открытой у нас карте, где мы можем добыть. Ух, хорошо. Но мы сделаем это всё на автобой, я думаю. Всё, мы уже на точке. Давайте-ка всех выделим. И будем здесь убивать этих демонов, уничтожать. Нам, как говорится, лишние проблемы не нужны. Давайте ускоримся маленько. Также не забываем, ребят, что с каждым разом их будет всё больше и больше. Ну и, соответственно, вот они. Чем круче у нас база, тем круче будут враги. Ага, весёнок. Всё, довольно легко и просто. Маловато, конечно, нам дали опыта. И серы всего лишь семь. Давайте вот сюда тогда мы с вами отправим сбор ресурсов. Пускай вот так вот бегут. Сделаем всё, ребят, на автобой. Не будем сами участвовать. Надеюсь, там враги будут не сильные. Ага, добежали. Автобой. Ох, ё-моё, Милана-то чуть не погибла у меня. Сера. Вот, ребята, шкуры. И даже стрелы получили. Гончая. Нифига, ребят. Вот так вот рисковать больше я не буду, пожалуй. Отправил. А если бы там какой-нибудь был супер-демон, сейчас положил бы мне пару ребят, и всё. И сидел бы я тут локти жевал. И запись хрен знает когда у нас. Тут автосейв, правда, есть. Но лучше не рисковать всё равно. Так, что такое? Не понял. А почему я не могу, например, Дебору отправить тренироваться? В чём проблема? Так, а ну-ка. Иросса не могу. Хм. Странно как-то, да? Никого вообще не могу, ребят. Даже Грега. Чего-то написано для Деборы всё это. Но Дебора у меня занимается водой. Хм. О, Аннабель. Аннабель у меня может тренироваться. Чё она там, из лука стреляет? Да? Она у нас стреляет из лука. Пускай пока маленько тренируется. Блин, очков не хватает ещё до сих пор. А по ритуалам... По ритуалам тоже была лайка. Печалька. Так, Дебора, давай-ка мы... Да что такое? Я не могу понять. Почему вот не до конца переведено всё, а? Глент. Глент занимается у меня огородами. Грег, короче, будет добывать сейчас очки. Нам нужно всего два балла. И мы сможем с вами изучить. Окультизм. Давай быстрее, Грег. Так, одно есть. Сейчас будет 60. Ритуалы, да? Ну, для этого нам нужно изучить самую верхнюю. Потому что эти не откроются. Давайте туда изучать. Всё. И дальше нам нужно, опять же, очки вот эти вот зарабатывать. Вот, смотрите, магический круг. Не хватает глины. Мы в этом кругу будем делать ритуалы. То есть, это ритуальный круг, получается. Мутная компашка выживших появилась на окраине вашего лагеря. Оказалось, что они пришли подорговать с нами. Хорошо. Значит, у нас торгаши прибыли. Так, Дебора, ну давай. Во. Добывай глину. Сейчас мы тебе тут пометим всё, что можно. Ну, давайте глянем, что тут у него. Торговец. Ё-моё. Вы посмотрите, сколько у него всякой. Воу. Мусорные броники. 1200. Да я пупею, ребята, расплачиваться за эту броньку. Оу. Как же всё здесь копеечно стоит. Даже если я всё продам, что у меня есть, это не поможет, ребят. Нужен металлолом. Ну, точнее, лом. А у нас его никто не добывает. Рос просто к этим камням прирос. Ёлки-палки. У меня другого слова нет. Всё добывает и добывает. Добывает и добывает. Блин, маловато пока ещё очков у нас. Всего шесть. О! Деревянный щит. Конечно, давайте сделаем. Сколько сможем? Три штуки. Аптечка. Блин, теперь нужна шерсть. А где её взять-то, шерсть эту, а? Я не знаю, блин. Всё-таки нужно исследованием заниматься. Так, вот сделаем. Композитный лук, я думаю, будет лучше. Обычного, первосортного. Производство оружия, блин. Хочу арбалеты. Вообще всё хочу здесь. Вот это нужно мне. 240 очков. Коктейль молотого, ребят, теперь будем с вами делать. Коктейль молотого, я надеюсь, это как типа бомбочки. Кузнечное дело. Слушайте, а у нас книжек-то нету этих. А они только, я так понимаю, у торгашей появляются. Ай, жесть. Потребление воды минус 10%. То есть они будут меньше поглощать водички у нас. Аннабель. Это, конечно, всё хорошо, что у меня тренируешься ты, но... Мне как-то жалко, что ты ничем не занята. У неё идёт тренировка. Ну, а мне бы желательно её поставить на сбор ресурсов или что-то делать. Потому что тренируется она только для себя. Не для общего блага. Тут у нас всё кипит. Блин, на производство. Ну, как-то не охота. На глину тоже не хочу отправлять её. У нас там есть человечек. Вау, опять шерсть нужна, а? Для коктейля Молотова. Здесь нужно. О, кстати, нужно разобрать вот этот вот старый хлам. И, смотрите, один щит уже есть у нас. Так, нужно его, конечно же, кому-то поставить. Блин, опять кто-то хочет спать. Так иди спи, ёлки-палки. Кто тебе не даёт? Наверное, Глен. Потому что он уже бежит до койки и увалился в неё. Эти всё занимаются своими делами. Так, Анабелька. Я так просто не отстану от тебя. Что у тебя вообще? Ничего не развито у неё. Она у нас практик-оккультист. Как ни странно. Давайте-ка уберём, наверное, здесь все приоритеты. Так. Оставим только лишь добычу зерна. Ну, пшеницы. Я надеюсь, что она будет... Нет, ты посмотри. Она побежала сразу в койку, в первую очередь. Ну, ладно. Может быть, она устала просто от тренировок. Но, надеюсь, потом она займётся уже огородами. Так, Дебора у меня тут занимается глиной. Так. Добыча глины. Давайте-ка поставим... Подожди-ка секунду. А кому и как мы можем поставить щит? Вот это мне сейчас интересно, если честно. Так, поставить-поставить. Хижина нужна. И нужна большая хижина. Опять нам придётся вырубать с вами лес. Потому что нехватка древесины. Будь она неладна. Ты посмотри. Аннабель опять пошла у нас на тренировку. Ну, что ты будешь делать, а? Я же вроде бы убрал все приоритеты. Где-то она пошла тренироваться. Ну, хитрожопая, а? Давай, лес руби здесь. Как раз полянку здесь зачистим. Вдруг нам придётся что-то расстраивать. И как раз у нас будет здесь местечко укромное. Рубка леса. Понятно. Также у нас тут камень в процессе. Ё-моё, вы посмотрите. Уже с едой вообще проблема. Большущая проблема, ребят. Хижина. Но мне нужна, по идее, большая. Не хватает. А вот, в принципе, сейчас. Сейчас, ребятушки. Мы поставим вот где-нибудь. Я даже не знаю. Вот тут. А почему бы и нет, да? Только нужно, чтобы местечко было. Вот так. Всё. Сделают. И мы уже туда поставим с вами что-нибудь. Я не знаю, лазарет у нас внутрь здания ставится. Или он чисто на улице будет, как отдельным зданием. Броника нету. А сделать мы не сможем. Потому что у нас не хватает лома. Чёрт. Хочешь, не хочешь. А придётся, наверное, кого-то отправлять ещё на металлолом. Макс уложился спать. Ладно, пускай поспит маленько. И вот тут у нас очень много лома. Все эти палатки. Всё это разбирается. И находится что-нибудь хорошенькое. Ну, в большинстве, конечно, это у нас будет лом. Так. Ну, что там у Му? Спится ещё? Да. Всё, пускай идёт исследовать. Чё, он побежал? Нет, я не вижу. Нифига он не побежал. Ха-ха-ха. Для кого? Овощная ферма. Давайте ещё одну поставим. С едой у нас вообще полная засада, ребят. Я не знаю, как мы будем из этого выкручиваться. Рубить и давайте лес, чтобы мы могли здесь свободно двигаться. А потом будем с вами, наверное, делать деревяшки из готового леса уже. То есть основной ресурсы это у нас тут дерево, вода, еда, камни, глина. Потом, наверное, будут рубины, кровавые рубины, алмазы. Да. Железо. Ну и так далее. По возрастающей. Урон. Нет, нам не нужен. Глент, ты у нас, по-моему... Да, фермер. Поэтому ты занимаешься у нас чисто огородами. Шахтёр. Угу. Будем знать. Просто лучше отправлять на задания определённых ребят. Кто именно, например, собирательство. У кого развито, того лучше на сборы. У кого-то, если там добыча, то, естественно, на рубку леса, на добычу камней, глины. Они так будут эффективнее работать. Ну и, конечно же, мы за короткий промежуток времени сможем много чего добыть и получить. Давай, иди сюда. Блин, металлолом нам нужен. Хлам вот этот. Пускай собирают. Почему я называю металлолом, когда там обычный лом написано было? Ладно, не имеет значения. Всем и так всё понятно. Блин, Максимка рубит деревья. Ну неужели нельзя вот это вот здание достроить? Домик. Там всего ничего. У меня хоть кто-нибудь свободный есть? Кто вообще без дела? Нет, таких у меня, к сожалению, нету. Все заняты. Ладно. Придётся, наверное, Максимку отвлечь немножко. И пускай он достроит всё-таки этот домик. Ну. Вот и всё. И дальше продолжаю рубить свой лес. Так, что мы хотели в этот домик поставить с вами? Так, погоди-ка. Не это. Блин, блин, блинский. Во. Магический круг. Но он делается на улице. Давайте его куда-нибудь вот сюда вот. Недалеко. Посмотрим заодно, что он нам даст. Так, ферма. Ещё одна у нас готова. Давайте, наверное... Блин, куда-то её отдельно можно поставить. Давайте вот здесь вот влепим. Также, может быть, ещё одну, конечно. Давайте глянем. О, ещё одна ферма у нас есть. Две. Отлично. Надеюсь, вскоре мы себя обеспечим едой в нужном нам количестве. И они не будут уже плакать, что не хватает еды или воды. С водой у нас всё нормуль. 106 бутылок. Так, ну вот чистокол, я думаю, что не стоит делать. А вот надо что-то нам с вами... Окультизм. Очень много очков. Пока этого нам не светит с вами изучить. 120. Да, в ритуалах. Удачная находка. Ну, тут немножко осталось, да? Можно, в принципе, кого-нибудь отправить. А у нас и так Грег занимается этим делом. Ладно, только нужно подождать. Хлебушек. Обязательно нужно хлеб. Так. Слушайте, я, по-моему, взял и все материалы использовал. Блин. Ай. Хотел немножко. Ну да ладно, пускай. Будет так. Еда вообще у нас, ребят, 19 всего. Хе-хе. Такой кустарничек маленький. Ну, давайте вот сюда поставим. Ёлки-палки, они ещё должны его посадить. Я думал, что мы просто как бросили семечку, и оно будет само по сперости. Нет же, за ним будут ухаживать ещё ядрёно вошь. Ну, давай, милана, давай, родная. Вот. Сделали мы всё-таки этот ритуальный круг. Вот только нужно кого-то теперь туда, наверное, воткнуть. Так, давайте чуть-чуть помедленнее сделаем. Так, Гленн у нас всё ещё занимается огородами. Рос копает лом. У нас до сих пор почему-то написано шестой день, 8%. Непонятно почему. Так, не хватает чуть-чуть, 6 очков, ребят, буквально, чтобы мы смогли с вами новенькое что-то исследовать. Так. Опять же для Деборы. Да что вы всё к Деборе так это прикопались, я не понимаю. Ну, давайте отменим тогда и поставим сюда вот Грэга. Пускай он исследования делает. Эбрика. Некоторые говорят, что придумать это просто. То ли дело, а реализация. Научные исследования, тем не менее, всегда начинаются с идеи. Их может предложить кто угодно и когда угодно, даже во сне. Рос иногда говорит во сне, в основном всякую ересь, конечно. Но сегодня его бормотание не просто бред, а, по-видимому, настоящий прорыв. Научных очков 50 штук нам дали. Хе! Спасибо тебе, дорогой. Почаще бы тебе такие бы сны. Снились? Ну, этого всё равно маловато. 65 очков у нас исследования. Да, никуда, конечно, это не годится. Так, производство. 240 нужно для того, чтобы мы с вами это открыли. Эффективный сбор называется. Эх. Да, долго ещё придётся нам копить. У нас как раз занимается этим Грэг. Слушайте, а кто у нас? Дайте-ка я какое-чё посмотрю. Так, ближний бой это не то. Собирательство тоже не то. Урон. Шахтёр. Фермерство. А тут ничего нет вообще. Жаль. Надо будет развить хорошенько. Кого-нибудь именно на исследование. 78, 79 очков. А что у нас тут вообще по этому кругу-то? Древний ритуал, вызывающий к матушке природе. Ага, вызывает рост новых деревьев. Нужно 30 пшеницы. Ёлки-палки. Теперь ещё для ритуала нужна пшеница. Ха-ха-ха. Так, что нужно для этого? Доски и глина. Ну, с досками вроде бы у нас... Ага. А вот с глиной, по-моему, всё сложнее. Ну, тогда, наверное, начнём с вами с добычи древесины, как всегда. Максимка уже, по-моему, почесал, да? Самый первый ответственный работяга. Только дай новую команду, и он тут же прибежит. Может быть... Тихо, подожди, подожди, подожди. Вот так. Может быть, всю полностью здесь вырубить эту поляночку, а? Она нам всё равно здесь не нужна. Так. Отлично. Дерево нужно очень много. Практически в каждой постройке оно идёт у нас. Деброводичку собирает. Хорошо. Блин, они кушать сами не свои. Дай им, как говорится, руку, а не её по локоть откусят. Так, пшеница. Пшеница вроде бы как проросла, но почему-то её никто не собирает. Странно, да? Как-то это... Аннабель. Аннабель, Аннабель. Чё б не с тобой... А, смотрите, она сама уже пошла. Видимо, собирать будет, да? Оп, а кто-то уровень получил. Милана, инженер. Архитектор, восприимчивый и горные дела. Так, давайте тогда дальше ей развивать шахтёра. Пускай она будет у нас добытчиком. Соответственно, она будет у нас лучше собирать камни, глину. В общем, все дела. Так, Милана пошла заготавливать доски. Так, Аннабелька у нас чё-то почему-то занялась плотненько огородами. Ну, в принципе-то хорошо. О, ребят, у нас, кстати, еда пошла в плюс. Причём довольно хорошо. Это уже что-то. И водички у нас нормально. Так что какое-то время мы с вами ещё протянем. Слушайте, а интересно, а если я вот здесь вот всё, все ресурсы истрачу? Что мне дальше-то делать, а? Я уж вроде не смогу никуда переместиться. Видимо, тут надо как-то с экономикой дело иметь. Причём с конкретной. А не строить, а бы что и а бы как. Так, ну что, вроде бы, ну я думаю, хватит. Сейчас будут делать у нас доски. Оу, щиты. Обязательно, ребят, нужно расставить. Так вот. И желательно, конечно же, кто у нас ближний бой. Потому что дальники у нас стреляют. Им, в принципе, щит не нужен. Ну, если, конечно, вражина к ним не подойдёт вплотную. Так, что-нибудь ещё... О, ну это нам не надо. Мы, наверное, с вами... Вот, ребята, что нам нужно. Овцы-ферма. Наконец-то. Наконец-то у нас появятся овцы. Ну-ка, где она? Где она? Вот она. Обеспечит нас шерстью и помётом. Которая будет в качестве удобрения идти. Так, давайте, наверное, вот здесь. Так, ещё можем с вами сделать? Так, подожди, не сюда. Ага, давайте ещё одну. А третью интересно. Давайте третью посмотрим. Во, отлично. Три фермы. Теперь у нас появится шерсть. Ну и помёт, навоз. Значит, будет эффективность на грядках. Получается так. Ох, классно, ребят. Короче, пошло дело в гору у нас. Так, тут не хватает, к сожалению. А по ритуалам... Блин, тоже не хватает маленько. Всего четыре очка. Слушайте, а я хочу, хочу себе удачную находку изучить. Давайте-ка кого-нибудь сейчас сюда отправим. Давай, Дебора, хорош там водичкой уже заниматься. Итак, 112 воды. Ух, как они быстро их строят. Отлично просто. Овечки мои родные. Помёт в качестве удобрения. Классно. Ха-ха-ха. Сейчас доделают и всё. А шерсть у нас идёт, в принципе, везде. И в медицине. На бинты. Потом на коктейль молотого. Так что не зря, не зря мы с вами поставили это дело. Так, что у нас там по очкам, по оккультам? Ну, вроде бы всё хорошо. Так, так, так. А что нужно? Они сами растут? Или как-то ухаживать за ними надо? Кормёжка животных. Стрижка шерсти. Слушайте, интересно, а с кого мы будем с вами тогда добывать кожу? С коров, что ли? Наверное, да. Так, здесь у нас пшеничное поле. Пока это нам недоступно всё. Ну, я думаю, что двадцаточки будет достаточно. Так, и что ещё можем делать? Давайте, наверное, бронежилетик один закажем. Отлично. Он нам пригодится. О, Грек уже доски делает. Так, а нам нужна древесина. Её очень много нужно. Так, погоди. Ага. Вот так вот. Вырубим всё здесь. Так, вроде бы всё пометил. Отлично. Что это за... О, давайте-ка сделаем. А кто будет производить? А? Кто будет заниматься ритуалом? И как это всё будет выглядеть примерно? Я ума пока не приложу. Грек, ты ещё долго будешь там досками заниматься, а? Смотрите, никто не подходит. Видимо, надо самому назначать. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Нет, Грек побежал куда-то. Чёрт. А здесь по-прежнему не хватает нам медитации. В ритуалах... О! Удачная находка. А здесь... Ну, на танец дождя у нас не хватает. Поэтому, ребята, пускай у нас находка будет удачная. Опять салатики. Ох, ребят, мы скоро по еде воду догоним. Вода потихоньку тратится у нас. Уже 97 запасов. Блин, ну... Чё, я зря, получается, ритуал этот делал? Давай, иди сюда, Росс. Блин, а что такое, а? Макс, может, ты тогда? Ага, может. Что он делает? Ха-ха, колдует. О, такими темпами, ребят, ему ещё долго придётся там колдовать, шаманить. Водные ритуалы. Мы сможем призвать дождь. Совсем-совсем немножко. Ну, практически соточку очков ещё добыть. И сможем улучшить. Так, Дрэк побежал. Ритуал роста. Окультное исследование. Добыча камня. Рост, ты достал уже с камнями с этими. Ты можешь угомониться, но на самом-то деле, а? Вот, давай, вот, очки нам лучше исследовательские добывай. От этого пока больше будет толку. Блин, забросили круг-то ритуальный, а? Что за фигня? Куда? А, Максимка пошёл спать. Кто-то у меня без броника. Во, Глент, держи бронежилет. Аннабель тоже, кстати, без броника. Плохо. Во, 96 опыта. Ещё 4 очка, и она получит левел ап. Чёрный ящик. Остатки того, что когда-то было вершиной человеческого творения, теперь разбросаны по полу, словно бесполезное напоминание о том, что было потеряно. Кирпичные стены, покрытые толстым слоем пыли, и поблёскивающие осколки стекла, лежащие повсюду на разбитых дорогах и тротуарах некого величественного города. Но сейчас ваше внимание привлекла вон-то куча мусора возле заброшенного строения. В этой куче спрятался абсолютно нетронутый временем чёрный ящик. Ящик довольно большой, закрыт спереди, и, судя по всему, содержит в себе много полезного. С помощью подходящих инструментов его можно попытаться открыть. Эээ, Лома-25, а... Жесть, ребята! Вы не смогли найти подходящих инструментов, к сожалению, ящик придётся оставить. Может быть, вы вернётесь к нему позже. Вот это вот я лопухнулся! Вы представляете, там был ящик, а у меня не хватило лома, чтобы я смог его открыть. Ядрёный вошь, я не думал, что здесь такое уже будет. Ха-ха! Слушайте, блин, надо кого-то отправлять будет за ломом. Вдруг какой-нибудь ещё ящик найдём, а? Жаль, очень жаль, конечно. Так, шахтёр, горное дело. Пускай нафиг идёт и лом собирает. Чё-то я больше не хочу вот так вот лопухнуться. Так, создать задачи. Вот, обыск. Надеюсь, мы ему дали это задание. Всё, Миланушка, пускай она там копошится. Мы так будем, по-моему, до скончания своей жизни ждать, пока у нас сделается этот... А, нет, смотрите-ка, всё нормально. Пошло, пошло. Анабелька как раз у нас специализируется на культах. Аптечка. Мутная компания... Ага, опять торговцы у нас прибыли. Ну-ка, давайте-ка глянем. Ёлки-палки, вы посмотрите, какие тут всякие штучки. Набор медика. Консервы. Святые доспехи. Офигеть. 1200 стоит. Медицинский журнал. Вот такие вот, ребята, нам нужны будут журналы и книжки, чтобы мы могли с вами дальше развивать, например, ту же самую медицину или оккультизм. Вы ещё не забывайте, что нам нужно найти на северо-западе, или я уже забыл там координаты, чувачка-то, который занимается эфиром. Мы же пока это задание не взяли в расчёт. А о нём забывать не стоит. У нас это по основной сюжетной линии дело-то висит. Так, что у нас тут? Коктейль молта. Вот аптечки, ребята. Давайте, наверное, закажем с вами. А у нас всего три штучки выйдет. Ладно. Так, про камень это читали. Цветок чар до сих пор неизвестно, что делает. Композитный лук. Давайте сделаем. О, смотрите-ка, ребят, сейчас уже скоро ритуал закончится. Аннабелька, конечно, крута в плане вот этого оккультизма, призова. Отлично у неё всё выходит. Не забывайте, что обряд мы делаем на рост новых деревьев. Так, тут у нас тоже ещё заброшенный, блин, лом. До сих пор ещё никем не подобранный. Все предели, все предели. Блин, мне бы ещё, ребята, нужно пару рук. С едой опять пошла какая-то напряжёнка. О, что такое бавахло-то? Ритуал, что ли, закончился? Блин, я пропустил всё самое интересное, а? Удачная находка. Ага, я бы с радостью, конечно, всё это сделал, но не хватает, как всегда, ресурсов. Блин. Почему они делают ритуалы за ресурсы? Они просто пришли бы там похимичили, пошаманили и всё. Так, Грегушка у нас пошёл за глинушкой. Молодец. Так, держать. Анабелька, я так понимаю, стрижёт у нас этих овец. Что он даёт-то? Ага, даёт больший шанс найти ресурсов при сборе лома. Это хорошо. Только ломом у меня, как всегда, никто не занимается. Ой, блин. Непослушный, непоседый. Ну, сколько тут ещё, ребят? Пять очков нам нужно, и всё будет на мази. Давай-давай-давай-давай. Давай, блин. Рос, быстрее. Так, 239. 240. Всё. Давайте изучать. Эээ, где это? Подожди. Какое, блин, портное дело. Он сюда зашёл, походу, дело. Это в производстве. Вот. Эффективный сбор. Блин, всё на 10% увеличено. Шикарно. Потом нужно кузнечное дело. Шахты нам нужны будут, ребята, для сбора рубинов и железа, я так понимаю. По-другому там никак. Мистический цех. Ритуал ориентирования. Ядрёный овощ. Это-то что такое ещё? Брелок боли. Ведьмина трава. Фига там пушка. Ведьмина трава. Всё хочу, ребята, тут изучить. Абсолютно. И как можно быстрее. Но не получится, потому что нужно очень много ресурсов. Ой. Так. Одно радует, что у нас всего лишь 24% обнаружения. День по-прежнему почему-то шестой висит. Хотя уже, наверное, далеко не шестой день. Мы уже больше недели с вами здесь протусовались. Ну, пожалуй, на этой ноте, ребята, я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы увидимся с вами в следующей серии. И продолжим играть в эту замечательную и увлекательную игру. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до скорых новых видосиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова